Приветствую! Это короткий видеоответ на все ваши вопросы, связанные с интервью Федора Венеславского. Он-то много чего наговорил и о том, что отсрочки будут отменять, и о том, что документы нужно носить всем мужчинам во время мобилизации военного положения, и что носить нужно будет не только паспорт, а нужно будет еще и военно-учетные документы носить, там приписное, либо военный билет, либо временное удостоверение военно-обязанного, что повестки будут присылать по почте, причем как по электронке, так и по обычной почте. Ну а последний вариант, мне кажется, вообще не вариант, там повестки не дойдут вообще. Мы знаем, как эта почта работает прекрасно, и как там пропадают письма по несколько раз. Ты шлешь, бывает, письма, а они пропадают и пропадают. Так вот, конечно, все уже меня завалили вопросами, а что будет, когда это примут, и как вообще, дай конкретику. Друзья, вот смотрите всегда интервью, мои видео, любые другие видео, важно всегда смотреть до конца, чтобы увидеть картину в целом и понять ту мысль, которую человек говорит. Так вот, если смотреть интервью Федора Венеславского, то он сказал там, что это все в законопроекте будет, пока этот законопроект еще не зарегистрирован в Верховной Раде, но, но он обещает, он говорит, что скорее всего до конца этой недели этот законопроект будет готов уже. Как быстро его примут? Мы с вами на практике знаем, что законопроекты могут рассматриваться месяцами, годами, а могут приниматься в течение нескольких дней. И я думаю, что вот этот законопроект, скорее всего, будет принят достаточно быстро. Если он появится на этой неделе, то, скорее всего, уже на следующей неделе он будет принят. Что там будет? Пока достоверно мы не знаем. Ну, никакой, к сожалению, конкретики нет. Мне бы хотелось здесь вас как-то успокоить, но просто успокоить, ну, нечем. Мы не знаем, кому отменят отсрочки и в каком виде эта отмена будет. И будут ли отменять те отсрочки, которые раньше люди получили, либо это будет распространяться только на тех, кто вновь придет оформлять отсрочку. Ну, вот ничего не знаю. Правда, искренне хотелось бы вас успокоить, но просто на сегодняшний день нечем. Мы все сидим вот в каком-то таком ожидании, да, как на электрическом стуле, и ждем, а что будет? И никто пока не знает, что будет. Но однозначно я скажу так, что, наверное, тем людям, которые планировали выезжать, да, там, может, после Нового года, возможно, стоит ускориться, если вы особенно попадаете, ну, такие, в категории риска. И пока у вас выезд законный, вы можете пересекать границу, наверное, нужно этой возможностью пользоваться. Ну, а там уже смотрите на ваше усмотрение, потому что может же так получиться, что закон не примут, да, либо ничего там отменяющего ваше право на выезд не будет. И вы потом скажете, ах ты, нехороший такой человек, мы тебя послушали, выехали, а ничего же не произошло. Ну, а с другой стороны, может быть, все и наоборот. К сожалению, никакой конкретики. Я, как и вы, в ожидании. И одно обещаю, что как только законопроект этот появится, оперативно сделаю видео и расскажу, чего от него можно ждать. Все, на этом у меня все. Я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Да, и в этом случае, наверное, еще и терпение дождаться спокойно этого законопроекта. Все, пока-пока. Продолжение следует...